и Константину как представителем операторов и изноточенного по сути документам. Еще раз добрый день, господа, мы рады вас приветствовать на второй экспертной сессии. Разработка дорожной карты ведется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Разработка дорожной карты разделена на три глобальных этапа. Результаты к первым двум этапам мы уже презентовали, сейчас мы собираем комментарии и дополняем наши наработки. В соответствии с тем, что нам присылают участники экспертного сообщества. Сегодня же мы вам презентуем наши наработки по третьему этапу определения приоритетных субтехнологий СЦТ и сроков и мер по развитию для обеспечения технологического лидерства, экономического развития и социального прогресса. Коротко говоря, о системах распределённого реестра. Они делятся на три глобальных вида систем. Это приватные системы, публичные системы и гибридные системы. Использование которых в целом направлено на обеспечение прозрачности и истории транзакции, на отслеживание действий внутри процессов, децентрализацию хранения и обработки данных, обеспечение безопасности данных и защиту их от несанкционированных транзакций. На первых двух этапах мы уже выделили три глобальные субтехнологии, которые вы можете видеть на данном слайде. Архитектура самой технологии, самих систем. С архитектурой самих систем вы уже ознакомились на предыдущих этапах. Здесь представлено краткое содержание технологической карты. С точки зрения приоритизации отраслей, мы изначально пошли от потребностей, которые мы собирали как на открытом рынке по уже сделанным отчётам, так и с помощью вопросов экспертов. От потребностей мы перешли к областям применения, где возможно использование технологии распределённого реестра в каждой отрасли. Далее мы разработали критерии оценки эффективности применения технологии и оценили каждую область применения в каждой отрасли по данным критериям. В итоге мы получили сумму баллов по каждой области применения, суммирование которых позволило нам приоритизировать отрасли и выделить пять основных отраслей, где сумма всех баллов по выделенными нам критериями составила больше, чем остальных. Соответственно, на следующем этапе мы проанализировали текущие кейсы, примеры внедрения технологии в выделенные нами области применения в приоритетных отраслях. И на те показатели, на достижение которых они нацелены. И некоторые из этих кейсов даже уже их достигли. Поэтому мы спрогнозировали дальнейшее развитие данных примеров и то, каких эффектов они могут позволить достичь. И как раз на этом слайде выписали потенциальные ожидаемые результаты в разрезе различных отраслей от применения технологии распределенного реестра. Здесь важно сказать, во-первых, наверное, важно перечислить все отрасли, которые мы выделили. Во-вторых, важно сказать, что мы их не только приоритетизировали по баллам, но и делали это в том числе с учетом мнений экспертов, которые мы аккумулировали посредством, собственно, предыдущей сессии и ваших материалов, которые вы нам присылали на почту. Таким образом, мы, собственно, выделили пять приоритетов отраслей для внедрения, в рамках которых мы дальше и будем осматривать остальные приоритетные отраслевые проекты. Да, и сама оценка по критериям, которые были на предыдущем слайде, она выставлялась в том числе с учетом опросов. То есть, если эксперты говорили, что наша оценка была не верна, мы ее корректировали. Все вопросы после того, как мы их заканчиваем презентацию. Да, здесь мы говорим о трех ключевых приоритетах. С точки зрения технологического лидерства мы рассматривали то, как применение технологии распределенного реестра может позволить достигнуть независимости в части применения технологических платформ и повысить уровень кибербезопасности критической инфраструктуры. С точки зрения экономического развития мы говорим о дополнительной выручке и экономии, которая позволит достичь внедрения технологии распределенного реестра в приоритетные отрасли. И с точки зрения социального прогресса мы говорим о более общих показателях удовлетворенности населения от жизни в стране и использовании новых платформ. Немножко возвращаясь к специфике системы распределенного реестра и отличия нашей ДК от дорожных карт, которые разрабатываются в рамках всего национального проекта. В отличие от остальных ДК отдельная субтехнология в отношении с системы распределенного реестра не представляет полноценных решений. И их приоритизация отдельная не позволяет нам выделить какие-то отдельные продукты как наиболее перспективные, либо же как наиболее тиражированные и экспортоориентированные. Говоря же о том, каким образом мы сейчас на данный момент сформулировали отдельные продуктовые решения, выделили отдельные продуктовые ниши, мы воспользовались типологизацией наших систем распределенных реестров и выделили три глобальные категории. Это публичная система, гибридная система и приватная система. В содержании самой дорожной карты мы будем наиболее полно раскрывать публичные системы и приватные системы, но при этом очень поверхностно затрагивать гибридные системы, в связи с тем, что они не представляют собой каких-то отдельных глобальных решений и не в отдельных своих частях, не показывают различий между элементами, которые взяты из публичных систем и приватных систем. С точки зрения уровня развития технологии, мы говорим о том, что приватные системы распределенного реестра сегодня уже готовы для внедрения в различные отрасли, и как за рубежом, так и в РФ ведется активное пилотирование технологии и проверка гипотез экономической и технической эффективности данных решений. В то же время мы можем говорить о том, что за рубежом уже сегодня сложились очень широкие консорциумы вокруг различных приватных систем распределенного реестра. В частности, консорциум Hyperledger нас считывает более 200 компаний, которые объединены из совершенно разных отраслей и участвуют в доработке, внедрении, пилотировании данного решения. В России также ведутся пилоты, но аналогичного масштаба консорциумов на данный момент нет. С точки зрения публичных систем мы говорим о том, что данные системы сегодня уже разработаны, на них возможно создание децентрализованных приложений и смарт-контрактов и полномасштабное использование. Однако их пропускная способность и возможность обеспечения конфиденциальности данных недостаточны на текущий момент для использования в первую очередь в B2B секторе, но в том числе и B2C. С точки зрения экономического драйвера мы говорим о том, что основная ценность достигается за счет дополнительной выручки и экономии, которую внедрение технологий позволяет достичь организации. Для получения данных цифр мы использовали отчеты консалтинговых компаний и экстраполировали их на российский рынок. И с точки зрения драйверов мы говорим о том, что на сегодняшний момент идет активное пилотирование решений с использованием технологии распределенного реестра. Идется более 70 пилотов. Проверяются гипотезы эффективности данных решений. К 2021 году наиболее эффективные решения перейдут на этап промышленной эксплуатации. И в дальнейшем, к 2024 году данные платформы уже станут отраслевыми стандартами и позволят максимизировать эффект за счет вовлечения максимально широкого количества стейхолдеров и использования при трансграничных процессах, например, трансграничных морских перевозках или платежах между большим количеством стран. Говоря об оценке экспортного потенциала отдельных систем, приватных и публичных, как я уже упоминал, мы не можем выделить отдельные решения, но мы можем говорить о разницах в том, как развиваются сами системы в нашей стране и в странах-конкурентах. Говоря о приватных системах, мы хотели бы уточнить, что, к сожалению, универсальные приватные системы распределенного реестра модифицируются разработчиками, компаниями, потребителями и интеграторами для применения в конкретных областях и процессах. Экспортным потенциалом в отношении приватных систем является предоставление услуг по спецификации приватных систем и по их внедрению в отдельные компании. Сами же решения здесь вряд ли могут быть экспортоориентированными. Здесь же одними из основных параметров, которые стимулируют экспортную ориентацию этих решений, будут конкурентные преимущества российских компаний, которые разабатывают эти решения. И внедряют их в отрасли, которые развиваются в Российской Федерации. Накопление опыта по разработке этих решений, по спецификации этих решений, будет обеспечивать конкретные преимущества для компаний, которые разрабатывают эти решения. Публичные же системы в основном являются open-source проектами, которые, в принципе, направлены изначально на продвижение на международном уровне. Фабрик разве не является open-source решением? Что-то пошло не так. Нет, ну давайте отложим это потом, но просто в самом себе. Давайте не будем перебивать. Давайте дослушаем. Рассказывайте. Да, окей, хорошо. С точки зрения международной кооперации мы говорим о наличии двух глобальных целей. Одна цель – это экспорт отечественных решений за рубеж. И здесь мы говорим о том, что наш потенциальный экономический эффект – это доля зарубежного рынка, которую мы можем занять. Также мы говорим о том, что в случае, если мы будем использовать зарубежные платформы, открытые приватные платформы с открытым исходным кодом и дорабатывать их в соответствии с потребностями российской экономики, российской отраслеты, нам не придется инвестировать заново в создание данных решений. Как, например, корда, стоимость разработки корда и инвестиции в ArtRig, которые являются основным разработчиком корды, составили 200 миллионов долларов. При этом сам код является открытым, и его можно использовать для доработки и использования в отдельных отраслях. Поэтому одна из двух целей – это как раз интеграция подобных решений в российской отрасли и экономия на инвестициях, которые уже были в них произведены. Дальше мы переходим к мероприятиям. Первый пул мероприятий направлены на преодоление, в первую очередь, законодательных барьеров. Тут мы говорим о том, что необходимо создать условия для возможности использования смарт-контрактов и их инициации и исполнения с учетом внешних по отношению к системе распределенного реестра. Для этого необходимо необходимо позволить дистанционно идентифицировать различных пользователей систем распределенного реестра и подписывать транзакции и смарт-контракты, которые обладают юридической значимостью. Также необходимо наделить значимостью те пользовательские соглашения, которые заключаются внутри публичных или приватных платформ распределенного реестра и, соответственно, лидеризовать сами продукты платформ распределенного реестра. Также мы говорим о том, что в текущих законопроектах совершенно никак не рассмотрены так называемые неинвестиционные токены или utility токены, как их называют за рубежом. И мы предлагаем дополнить ключевые законопроекты данным понятием, а также рассмотреть возможность снятия требования по выкупу, по обязанности эмитента токенов выкупать свои токены по цене номинала. Это сделано в текущей версии законопроекта, что, очевидно, не позволяет компаниям привлекать финансирование на развитие в данной редакции. Также мы говорим о том, что необходимо определить процедуры распределенного хранения персональных данных и возможности использования технологии распределенного реестра для этого. Необходимо позволить компаниям использовать исключительно электронную форму сделки и снять обязательства по хранению печатной копии. Также мы говорим о том, что текущие версии законопроектов, которые разрабатываются, достаточно часто противоречат друг другу, а также ключевым законопроектам, которые существуют. И это необходимо гармонизировать между собой и привести в соответствии. С точки зрения технологических барьеров мы выделяем, в первую очередь, наличие несовместимости между различными платформами распределенного реестра между собой и необходимостью использования инструментов интероперабельности для обмена транзакциями и данными. Мы говорим о том, что сегодня в связи с тем, что экономический эффект от использования данной технологии не подтвержден во многих отраслях и областях применения, существует недостаточный сброс и непонимание потенциального эффекта от внедрения, что приводит к отсутствию возможности магнитизации решений и продуктов. И также мы говорим о том, что сегодня существует недостаток финансирования в части разработки комплексных концепций внедрения технологии в различные области применения или отрасли. Как, например, сегодня существуют полноценные проекты за рубежом, которые именно направлены на исследование того, каким образом необходимо внедрить технологию в, например, межбанковские платежи, как делают это Project Bin или Project Jasker в Сингапуре и Канаде, соответственно, или Project Stellar в ЕЦБ. Говоря об основных проблемах рынка, чаще всего разработчики отечественные выделяют отсутствие сформулированного спроса от отечественных компаний на решения использующихся системы распределённого реестра. В связи с этим был разработан комплекс мероприятий, который поможет и облегчит время интеграции этих решений отечественными компаниями. Прежде всего мы хотели бы отметить потребность в создании маркетплейса решений на базе системы распределённого реестра, который будет освещать существующие решения, предложения от представителей рынка и освещать эффекты от применения технологии в определённых кейсах применения, в определённых полостях применения. Далее мы говорим об потребностях установления КПЭ компаниям с государственным участием по внедрению решений, которые обеспечат им конкурентные преимущества на мировом рынке. Говоря о других мероприятиях по стимулированию спроса, мы рассматриваем возможность предоставления налогового вычета при расчёте на прибыль на объём инвестиций в разработку и палатирование решений на базе систем распределённых реестра. Говорим о софинансировании затрат на применение и внедрение решений компаний. Говорим о стимуляции потребления отечественными компаниями зарубежных решений, в том числе для развития инфраструктуры и для развития рынка в целом по модели фокфейтинга. Для того, чтобы митигировать отдельные риски и сократить расходы на их обеспечение отечественными компаниями. Говоря о мероприятиях по стимулированию инвестиционной активности в решении и в разработке отечественных компаний, отечественных научных центров и других разработчиков, мы говорим прежде всего о потребности развития рынка венчурном финансировании проектов, о создании финансовых регуляторных песочниц для компаний, которые стремятся к тому, чтобы привлекать финансовые средства не только из определенных инвестиционных институтов, но еще и выпуская те же самые utility токены или выпуская другие токены. Говоря о развитии индустрии и инфраструктуры инвестиционной инфраструктуры, мы говорим о потребности развития нефинансовых вливаний и развития инфраструктуры, стимулирования потенциала, инвестиционного потенциала компаний через развитие нефинансовых инструментов. К ним относятся развитие бизнес-минкубардеров, развитие бизнес-акселераторов и проведение отраслевых выставок и профильных мероприятий для компаний, которые заинтересованы в интеграции решений и в инвестировании в эти решения. С точки зрения развития кадрового и научного потенциала мы говорим о том, что сегодня существует недостаток в специализированных бакалаврских и магистрских программах, которые сфокусированы на отдельных дисциплинах цифровой экономики, в том числе и технологии распределенного реестра. Причем здесь мы говорим о необходимости внедрения таких программ как для подготовки технических специалистов, так и для подготовки юридических и экономических специалистов. В части создания научно-исследовательских центров мы говорим о необходимости таких центров, которые были бы направлены на различные аспекты цифровой экономики. И в частности по технологии распределенного реестра мы говорим о фокусе на различных инструментах расработки смарт-контрактов, комплексных концепций внедрения технологий, а также инструментах интероперабельности. С точки зрения института менторства мы говорим о том, что необходимо создавать условия, при которых подготовленные кадры не уезжают за рубеж. И для этого необходимо обеспечивать дальнейшие шаги тем, кто получил образование по приоритетному направлению. Для этого создается специальный институт менторства на базе уже существующих исследовательских центров или вузов, который как раз и предоставляет дальнейшие возможности для трудоустройства либо разработки собственного продукта по технологии, в части которой выпускник имеет компетенцию. Также мы говорим о необходимости создания экспертных центров, которые позволили компаниям получать наручную валидацию их экономических, юридических или технических гипотез в части эффективности функционирования определенного решения. Также мы говорим о том, что так называемый институт CDO, который будет создан в крупнейших российских компаниях с госучастием, должен обязательно понимать специфику технологии распределенного реестра, ее ключевые параметра эффективности и области применения в конкретной его отрасли. Для этого мы предлагаем вести курсы, направленные специально на CDO, то есть любоуправленцев, которые сейчас готовятся в соответствии с реализацией других мероприятий федерального проекта. Также мы говорим о необходимости интеграции информации о технологии распределенного реестра в уже существующие программы подготовки специалистов и необходимости включения специфики и курсов о специфике данной технологии в уже существующие программы юридические, экономические и технические. С точки зрения развития самой технологии мы говорим о том, что для того, чтобы российские потребители могли выбирать из широкого числа платформ, необходимо поддерживать доработку зарубежных платформ с открытым исходным кодом в соответствии с требованиями российских стандартов к криптографии, а также специфики отраслей. Это позволит использовать лучшие практики и лучшие продукты, над доработкой которых трудятся и каким-то образом участвуют огромное количество компаний и разработчиков. И при этом мы говорим о том, что необходимо, в данном случае риск ограничения доступа к таким open-source решениям достаточно низкий, в связи с тем, что код уже доступен и он есть. Его невозможно таким образом закрыть, его можно участие подбескачать. Также мы говорим о том, что необходимо создавать так называемые продуктово-сервисные песочницы, где компании могли бы без риска остановки или при остановке основных систем пропилотировать решения на базе распределенного реестра и использовать, соответственно, для этого мощности данную песочницу. Также мы говорим о том, что все платформы обладают различными параметрами и они эффективны в совершенно разных отраслях, поэтому, скорее всего, в будущем не будет одной единой платформы для всех областей применения. В то же время разные платформы не могут по умолчанию взаимодействовать между собой, обмениваться данными и транзакциями. Для этого необходимо поддерживать создание инструментов интероперабельности между данными платформами. Также мы говорим о том, что на сегодняшний момент в случае, если закарит потенциальный потребитель решений на базе технологии, хочет внедрить смарт-контракт, который использует какие-либо внешние данные, например, о погоде или о котировках каких-то акций, ему необходимо прописывать все процедуры с нуля. Да, данные процедуры можно стандартизировать и прописать заранее для всех участников рынка, что снизит количество времени, требуемое для разработки и внедрения решений. Также для развития технологий мы предлагаем внедрение и создание цифрового профиля, который благодаря использованию технологии распределенного реестра может храниться локально у пользователя. Он может гибко управлять доступом к данному цифровому профилю, предоставлять его и ровно так же отзывать его. Более того, создание данного профиля позволит людям монетизировать свои персональные данные и использовать их в качестве актива, а не чего-то обязательного для регистрации где-то. Также для реализации данного мероприятия необходимо по факту законодательное утверждение самого цифрового профиля и той информации, которая может в нем храниться, и тех сервисов, которые с помощью него можно будет электронировать.